Этот день мог быть очень длинным. Ночью я качал игры, потом отвёз маму на остановку, ей нужно было успеть на электричку, она ехала на работу очень далеко, приехал домой, переоделся, выключил раздачу интернета и лёг спать. Лёг поспал несколько часов, а когда проснулся, снова начал думать о качественном звуке и захотел себе хорошую петличку. Посмотрел на них сцены и начал играться со своими. Приветствую всех, новый день. Я сегодня проснулся с каким-то интересом к звуку. Думаю, нужно найти нормальные петлички какие-нибудь с ветрозащитой, чтобы качественно писать звук. Есть у меня несколько петличек беспроводных, я сначала одни купил, заказали другие, поехал в Адлер, купил ещё третьи и все по-разному пишут звук, но нет ветрозащиты. Ветрозащита есть только на самой дешёвой, за 400 с лишним рублей, которая хуже всего пишет звук, а самые классные, которые качественнее всего, на них ветрозащиты нет и соответственно на ветру где-то в Амеретинке или на набережной тяжело писать, потому что ветер задувает. Я сейчас встал, посмотрел цены на другие петлички, если их покупать 15, 16, 32 тысячи рублей, думаю, так, пойду со своими изобретать. У меня раньше была камера, да она и сейчас у меня есть, Xiaomi Mi U1, 70 с лишним тысяч, почти 8 она стоила. Хорошо писала звук и для своей цены неплохо писала видео, но у неё тоже микрофон задувался очень сильно, задувало его ветром. Я поролона скотчем канцелярским приклеил, кусок поролона от дивана и так ей пользовался, это очень спасло ситуацию. Сейчас я попробовал этот же фокус провернуть и прикрепил кусок поролона на свою современную петличку, попробовал записывать, но продувается, представляете, дуешь на корпус в других местах, где нет отверстий под микрофон, а всё равно всё слышно. Я попробовал положить вот эту петличку, передатчик вот в такой чехольчик, там намотана ветрозащита, губка внутри и всё это с таким карабинчиком, можно цеплять куда-нибудь на одежду, оно даже не выглядит как микрофон, люди даже не подумают, что ты на самом деле записываешь разговор. А там внутри микрофон лежит в этом чехольчике, красивое такое, как украшение получается, но главный смысл, я надеюсь, что оно будет от ветра защищать, но, к сожалению, полностью не защищает, я уже дул на него и всё равно слышно. Я сейчас дую средней силой туда, на 40%, и вот другая сторона на 40%. В общем, вы поняли, я проснулся и начал заниматься качеством звука, пытаться соорудить из подручных вещей себе ветрозащиту на петличке. Тут ещё несколько минут моего монолога о качестве звука, но я решил это всё вырезать, потому что думаю, что мало кому это будет интересно. Хотя всё-таки Костя Зарудский себе на миллионную аудиторию такие монологии иногда позволял. Знаете, есть влогер автомобильный Костя Зарудский, и он одно время до 1,2 миллиона подписчиков, может быть, он был более настоящий, он был более человечный, он делился какими-то вещами, секретами, размышлениями о жизни, очень много делился о своём прошлом, как он избежал всяких неприятностей, как он дом свой купил, из каких соображений ремонт там делал. И он как-то сидит за компом и рассказывает, мы недавно звук, говорит, с ребятами записывали, и был дичайший ветер, очень сильный. И я нашёл способ, говорит, как из этого выкрутиться, я нашёл способ, как при сильном ветре записывать звук. В одном из следующих видео поделюсь. Я ждал, ждал, а канал-то у него про машины, про автомобили, и вся аудитория в основном ждёт что-то про машины от него, причём с наброском юмора, с оттенком, чтобы он что-то шутил про какую-то тачку, которую бы они всегда и не купили себе. Соответственно, ни одного комментария даже про звук не было, люди как будто и не ждали этой информации. Я очень ждал, мне было интересно, как же они пишут звук. Так он и не рассказал в итоге. И теперь он такой секретный, тайный мужик, нифига себе не рассказывает, и звуки тоже. Мне вчера пришло уведомление, что мне на почту приехали мои посылки с экспресса. Половина одной посылки приехала старой, которая никак не доедет до меня, и вся приехала вроде новая, вторую, которую я заказал. И план такой, мы сейчас позавтракаем, Полина тут приготовила что покушать, мы позавтракаем и пойдём попробуем это забрать. Если мне это не отдадут, тогда там где-то на улице попробовать зарегать аккаунт, чтобы забрать эту посылку. Полина наделала еды, налила чая, остались ещё прошлые блины, сделала картоху с овощами, что я со своими делами и не успеваю всё хавать. Я перекусил, мы залезли в машину, доехали на ней до остановки, где полиция редко бывает, оставили её там, а дальше пошли пешком на почту забирать мои посылочки. Выехали мы с Полиной на улицу, машину оставили на остановке, там где полиции нет, и в общем-то мне поспокойней, дошли до почты пешком. Сейчас я узнаю, отдадут ли мне посылочку без регистрации, или придётся какие-то химичить аккаунты, нафиг не нужные. Жалко нельзя на Полину их создать, потому что она не так к этому относится, ей вроде бы пофиг, у неё там есть аккаунты на маркетплейсах, можно было бы проще сделать. Мы пришли в отделение почты, очереди почти не было, было всего пару человек, и в этот раз я решил получить посылку немного по-другому. Я в личном кабинете просто включил штрих-код, раньше я этого не замечал, и она по штрих-коду мне нашла посылку, не вводила код из смс, и вообще задавала меньше вопросов. Она, конечно, опять спросила, зарегистрированы вы у нас или нет, думала, что да, но на самом деле нет, и посылку мне легко отдала. Но в личном кабинете я увидел, что три штуки так и значатся невыданными. Мы пошли с Полиной в магазин, купили канцелярский нож, очень острый, и где-то на рынке открыли мои посылочки, пооткрывали пакеты, и посмотрели, что там действительно приехало не всё. Вернулись назад на почту, и продолжили получать мои посылки. А пока я заполнял бумаги, Полина сидела играла на свече, проходит ведьмака, и взяла в этот раз его даже с собой. И пока мы были на почте, она играла на свече. Сначала отдали мне не все посылки, и они же там пишут, что объединили их. Я и вышел, потом смотрю в личный кабинет, а три штуки осталось. Но ещё две недели дают на то, чтобы их забрать. Но я думаю, маму всё равно надо ждать. Она там едет с Красной Поляной, сегодня она первый день вышла на работу на Красную Поляну. Ехать долго. Ну, в общем, вернулись мы на почту, и оставшиеся три посылочки тоже забрали. В общем, забрал. Там для PS Vita всякие штучки. Кнопки направления, аналоги, Start Select. Как я и говорил, всё кроме кнопки Home, PS. Ну и задней панели. И того, и другого просто нет в продаже сейчас. Кот, вот он кот. А ещё кот белый. На капоте классно, да? Привет, котел. Белый. Мало их вроде белых котов. Здесь что, немного осени? Листья? Я, кажется, даже немножко запаха почувствовал. Шишка. Мы забрали мои посылки, зашли в пятёрочку, купили немного продуктов, и не спеша пошли к машине ждать маму. Дошли до машины, залезли греться, я достал из рюкзака смартфон, начал монтировать вчерашний влог на Фолде, а мама тем временем добиралась с Красной Поляны в Сочи. Видимо, ей в этот день повезло с транспортом, потому что она доехала до нас быстрее, чем я успел смонтировать видео. Забрали посылки, вернулись к машине, дождались маму, я начал монтировать вчерашний влог. Не успел его смонтировать, она уже приехала, видимо, сегодня заторов нет. Довольно быстро она добралась, а Полина пошла с 60% свечом из дома и играет в Ведьмака третьего, вполне себе нормально играет. Экран еще у свеча OLED, конечно, здоровенный, 7 дюймов. Раньше у портативок 4,3 было 5, у свеча Lite вроде 5,5, а здесь 7, такая лопата. И учитывая тенденцию на то, что фаблеты все увеличиваются, смартфоны становятся все больше, то, наверное, и свеч новый, точнее его последователь, гипотетический, тоже может стать больше. Ходят слухи, там будет 8 дюймов. Доедем домой и буду монтировать вчерашний день. Приехали домой, не без проблем, конечно, там грязище, тяжело проехать. Машину занесло, вывернуло эти плиты, что я вкапывал в землю, долбануло одно из них по кузову. Короче, это полный отстой, надо что-то менять. Давно я не пил энергетик, наверное, больше месяца. Покупали что-нибудь другое, нектар, гранатный, там еще какой-то, и вообще старался экономить. Но весь чай выпит, а еще я наливать не хочу, поэтому взял попить. Забрал последние пироги, что там были на столе. Мама говорит, еще сделает пирогов, только в этот раз не с картофелем, а с мясом, потому что у нее подрастает молодая мясоедка. Почему-то у нас в семье женщины очень хотят мяса. Я вот такой недовеган, мне овощи, фрукты подавай, а они какие-то мясоедные. Мне, короче, пирожки больше всего нравятся с картофелем. С капустой тоже хорошо идут. Можно какие-нибудь с вишней. Но с мясом, с фаршем я не хочу. Посмотрим, как оно будет. А Полина сделала вот такую штуку, типа рагу, овощи, картошка. Смотрю у старого геймера новые видосы. А потом пойду монтировать свой вчерашний влог, который в машине домонтировать не успел. Забрали же мы посылки. Нормальный, так сказать, человек бы вот это и показывал, да? Вот это снимать бы и начал. Какую кучу вещей я заказал? Сейчас покажу, что я заказал. Нет, Антоша идет показывать, как он на почте. Только включишь уведомления, так тебе начинают звук постоянно портить. Ты его выключаешь, чтобы его не было. А потом мама тебе говорит, почему ты не отвечаешь? Зачем тебе смартфон? Да потому что уведомления лезут ужасно не вовремя. Вот такая куча у меня теперь пакетов. Осталось упаковок. Меня это удивляет. Я только два раза в жизни теперь заказал что-либо с экспресс. И вот это меня удивляет, как оно издалека едет, как они там все это договариваются, как оно проходит проверки. И что каждая мелочь, каждая какая-то деталька, она в пакете, в отдельном каком-то мешочке, пакетике. Она сама может стоить намного меньше. Это вещь, которую ты заказал. Чем доставка? Ты платишь за доставку иногда в разы больше. Вещь может 24 рубля стоить 26, а доставка 220. И ты вот за пакетик, за доставку платишь получается больше, чем за детальку. Вот у меня тут куча пакетиков. Вот тут вот целый вот такой мешочек. И я их туда внутрь набросал. Вот такой комплект ремешков для PS Vita. Там их 4 штуки должно было быть, а приехало 3. Представляете, запечатаны были, в пакетике завернуты. Должен был еще быть синий. А картинки еще есть синий. А у меня приехало вот так 3 штуки. Черный, серый и красный. Ну, к слову, из этих всех, если бы меня выбрали, какой мне не отправлять, какой мне меньше всего нужен, я бы как раз синий, наверное, выбрал. Потому что черный и серый, он подходит к PlayStation Vita. А синий, ну, правда, у меня синяя PSP-шка есть, но все же, ладно. Да, Полина подсказывает, и Vita же синяя есть, действительно. Но вот почему-то синий мне не прислали. Серый уже повесил на свою бушную белую PlayStation Vita. Нормально он на ней смотрится. Мне кажется, он ей идет. Кнопки Start Select. Представляете, я думал, мне одну пришлют, пару, одну в одном экземпляре. Мне их прислали несколько штук. Пять. Пять кнопок Start Select. Пять пар, точнее. Крестовина на PSVita белая и кнопки символы PlayStation. Сейчас уже октябрь подходит к концу, а я это заказывал еще в сентябре, еще в прошлом месяц. Кабель зарядки, дата кабель для передачи данных для PSVita. Кнопки направления и кнопки символы. И обратите внимание, стики, белые шляпки стиков аналоговых на PSVita. Стики на Xbox 360 геймпад, чтобы заменить, поставить. А то у нас же потерлись они. Это стекло дисплея для PSP. Оно прохладное и тяжелое, так что это похоже реально стекло. Это не пластик. Наверное, я реально стеклянное заказал. Прям тяжеленькое и прохладное. И две защитные пленочки перед зад для PlayStation Vita. Ну и еще приехал корпус белый для 3000 PSP. И мне уже не терпится начать его попытаться собирать. Но написал человек знакомый и зовет на работу. Так что мне нужно готовиться и завтра топать на работу. А если мне через 2 часа на работу ложиться спать, то собирать корпус я, наверное, уже не успею, а очень хочется. И вот в отличие от PSVita к PSP-шке, внутри сразу идет комплект. Ух ты, он со стеклом. Крутяк. Вот для PSP Go зачем-то приезжает корпус без стекла. Просто у тебя здесь рамка с пустотой. И ты вынужден от своего старого корпуса отскабливать, отламывать вот это стекло, выламывать и вставлять в царапанное свое старое стекло. А тут оно есть. Я вот предусмотрительно заказал другое. Еще одно. А тут оно есть встроенное. Так там и наклейки, и кнопки виднеются внутри. Похоже, есть полный комплект, чтобы собрать себе другую PSP. У меня 4 трехтысячных PSP-шки. И мы их будем постепенно собирать в что-нибудь цветное. Ну дела. Я так вот удивлен положительно. Приезжает тебе корпус для PSP-шки. У тебя там как будто бы все для сборки есть. Посмотрите. Передняя панель. Она со стеклом для экрана. Задняя панель. Вот эта металлическая штука для дисковода. Комплект винтиков. Там внутри пружинка. Комплект наклеек, чтобы у тебя она выглядела как оригинальная, когда ты все это сделаешь. Кнопочки громкости. PS. Символы. Вот эти вот кнопки нормальные. LR новенькие. Вот эти вот заглушечки. Новый аналог. Белый. Полный комплект. Как будто бы, чтобы ты собрал себе консоль и радовался. А когда ты берешься собирать себе PlayStation Vita, это для тебя прям какой-то новый уровень сложности. Там нифига целиком тебе не приезжает. Нет какого-то восстановительного комплекта. Full Restoration Kit как-нибудь могли бы создать, как я уже говорил. Нет, ты собираешь все по частям. Каждую детальку отдельно. Кнопку PS, Start Select, аналоги. Все, понеслась. Вот эти все заглушки верхние. Под игровые карточки. Заднюю панель. Все по частям, по чуть-чуть, понемножку. Даже задняя панель идет не полностью. Она разделена на кучу частей. Задняя панель. Вот сенсорная область продается отдельно. Наклеечка с вот этими циферками продается отдельно. И лотки вот эти игровые. Короче. Прям по частям, знаете, как вот эти журналы с моделями. Автомобильными моделями. И человек каждый месяц покупает новый выпуск, чтобы там была часть деталек для его модели. И стоит у него месяцами где-нибудь на полке недособранная машинка. Так и Space Vita. Ты это собираешь, собираешь, чтобы когда-нибудь у тебя появилась целая игровая консоль, которая включается и у которой все детали на месте. Я не стал себя сдерживать и, несмотря на то, что мне на следующий день нужно было идти на работу, с утра я все же начал разбирать свою PlayStation Portable, чтобы собрать ее в белом корпусе. Выбрал одну из своих черных консолей под разбор, взял ее, немножко в ней полазил напоследок и решил перебирать ее в белый корпус. В такие моменты грустно разбирать какой-то предмет. Вот он полностью рабочий, все кнопки работают, он целый, дисковод рабочий, и ты хочешь ее разобрать просто потому, чтобы новый корпус был блестящий, без царапин. Но есть риск неудачной операции, что что-нибудь испортится, какой-нибудь шлейф порвется, что-нибудь отвалится, и устройство уже будет не такое рабочее, как было еще час назад. И вот смотришь на нее такой и думаешь, блин, надо ли, ведь все красиво работает. Ну вот именно что, если по цветам смотреть не так красиво, но так вроде бы и нормально. Но белый корпус... Как говорится, ломать не строить. Минут 10 и разобрал PSP до такого состояния, что она вообще по запчастям на столе лежит и больше не способна что-либо делать, бедолага. Осталось только из-за потом собрать еще нормально, без поломок, что будет явно тяжелее. Нужны маленькие аккуратные пальцы. Стекло вот это вот в корпусе в новом даже изнутри заклеено. Не только снаружи пленка, чтобы оно не покоцалось. Так оно там еще в дополнительных было защитах, чтобы точно не покоцалось. Так еще и внутри наклеили пленку, чтобы точно оно до момента открытия приставки и финальной установки осталось целым, не поцарапанным, четким. Вот так вот. Была черная, стала белая. Понимаю, что не всем это может понравиться, но в моей коллекции черных было уже, наверное, три штуки. И нужно их немножко разбавить по цветам, чтобы они немного по-разному выглядели. К тому же корпус был уже потрепанный предыдущими владельцами. Он был немного покоцанный. Так что пусть будет новенькая, вот такая белая, глянцевая. Она не просто белая, она первомутровая. С блестками. Но может это даже плюс. Может я это со временем даже научусь ценить и любить. Вот мы как-то видели Toyota Camry стояли. V40 вроде кузов. Короче, там одна была просто белая, другая была первомутровая. Такая, типа, как жемчужная. И она дороже смотрелась, как-то более премиально. А что касательно PSP GO и PSP 3000, мне обычно кажется, что просто белая красивее смотрится, чем версия с блестками. Ну, посмотрим. Может быть, со временем привыкну. И, в общем-то, смотрится красиво. Это моя первая самособранная PSP. Первый раз собрал PSP своими руками. Посидел пару часов, впервые собрал PSP-ху. Конечно, можно было лечь спать, чтобы завтра на работе быть более бодрым. Но мне очень хотелось побыстрее собрать эту консольку, посмотреть, как она будет выглядеть. Ведь корпус я заказал в первый раз. До этого я такого не делал. Мне было интересно, как будет выглядеть как бы новая PSP. Не поцарапанная, гладкая, блестящая. И он действительно меня порадовал. Корпус приятный, приятно его держать в руках. И она неплохо смотрится рядом с моей PlayStation Vita, которая пока что не обновленная, пока что с царапками, но новый корпус уже лежит. Он уже есть, осталось только его установить. Вот так вот она смотрится. С колечка пока синюю наклейку не снимал, чтобы оно не поцарапалось. Но, думаю, наверное, в дальнейшем это сделаю, чтобы клей не остался на этом самом колечке. Запустил несколько игр, поиграл, побегал немного Гринча, ведь он тоже про снег на белой консольке, игра про снег, про зиму, полистал разные игрухи. И в итоге, вместо того, чтобы лечь спать часа в 23, я сидел с ней примерно до 5 часов ночи. А спать мне оставалось всего ничего, ведь завтра идти на работу. Тут недавно Константин Заруцкий открыл капот у автомобиля и говорит нам, мужикам, много не надо, открываешь капот, лицезреешь вот это всё великолепие, вот эти вот все детали под капотом автомобиля и просто радуешься, как ребёнок. А таким людям, как я, наверное, вместо этого всего и вместо стрип-клуба и глазения на полураздетых девушек нужен какой-то бар, какое-то место, где стоят вот такие консольки, классные, блестящие, муха не сидела, не царапанная. В общем, какое-то место, где ты можешь прийти, чего-нибудь выпить и посмотреть на какие-то классные устройства, эстетичные, референсные видеокарты, классные консольки, всё как с картинки, чистенькое, нетронутое, вот такое радующее глаз. Когда я уже приступлю к сборке вот этой вот штуки, а то экран приехал и опять лежит, повторилось, как было с чёрным. Тоже он долго ожидал со мной, приехал, а собрать я его не мог, потому что деталей не хватало, и вот сейчас такая же ситуация. Интересно посмотреть, какой он в деле, чистенький, красивый, без царапин, новенький, но пока что, пока что только вот эта белая. Поигрался с PSP-шкой до 4 часов ночи почти, можно и спать ложиться, а то завтра вроде бы как на работу. На этом день окончен, до завтра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok